всем мира всех приветствую друзья на канале сегодня у нас 2 августа и мы на очередной рыбалки в этот выезд друзья мы решили немного разбавить наши поездки и приехали на не менее замечательную очень красивую реку под названием каратал о реке я рыбалки в целом друзья ничего не могу сказать это мой первый выезд на данную речку товарищи с кем я приехал они ездили уже сюда неоднократно и ловили достаточно крупного сазана насколько я знаю как говорят и как я видел друзья по отчетам также в интернете на ю тубе что люди приезжают сюда и ловят достаточно крупные экземпляры именно сазана то есть здесь как у нас на речке допустим на или нету лопушков они есть ну они не ловится по какой-то причине в основном ловится такой знаете плюс-минус уже съедобный размер там от полторашки там и выше то есть здесь вполне реально поймать трофея и зачем собственно сюда я и приехал так что надеюсь друзья дай бог поймаем с вами в этот выезд какого-нибудь трофеечка товарищ он уже начал расставляться активную рыбалку уже закинул пару снастей даже они стоят наконец-то друзья эту рыбалку будем с берега рыбачить лодку тоже кстати взяли лодка тоже у нас есть будем тоже ездить на сама пробовать тоже ставить в планах по крайней мере есть такая рыбалка а так я нацелился вот они мои кстати крокодильчики стоят кому интересно друзья обращайтесь такая катушечка шеститысячная его 0 4 плетенку намотал на нее все шикарная катушка мне очень понравилось она пыльная просто прицепе лежала без чехла и вот такой спиннинг здесь мне 16 тоже обалденный ну и оснастка моя вот будем пробовать честно такую оснастку ловить посмотрим не знаю друзья клюнет не клюнет что-нибудь но здесь река довольно таки узкая он она смотрите рыбка плавает рыбка есть блин вагон и мусора очень много сейчас будем тоже собирать кстати уже кстати мы начали собирать но я это не снимал ну я думаю смысла нет снимать в общем сейчас уберем весь этот мусором видите носки там оставили в общем все что можно все что нельзя все поставляли здесь я не знаю друзья скорее всего опять две части будет этой рыбалки потому что у нас сегодня среда домой мы уезжаем только воскресенье он кстати тоже рыбка сыграла представляете у нас четыре дня есть полных четыре дня четыре ночи мы будем рыбачить поэтому надеюсь конечно дай бог что мы что-то поймаем в частности я очень сильно надеюсь на трофейного сазана у меня рекорд личный по речке там четыре с половиной килограмма но это такое себе здесь вот я надеюсь что клюнет огромный какой-нибудь не знаю трофеющая чтобы мы с вами его вытащили я обязательно вам это показал что вот так друзья сейчас начну потихонечку расставлять свои снасти два спиннинга уже собрал еще пять штук осталось сейчас быстро оснащу их и в бой начнем нашу с вами рыбалочку ладно пойду я собирать снасти потихонечку друзья собираю уже оснастки уже несколько штук собрал еще немного осталось ковыряю отверстия в грузах свинцы они без отверстий чтобы леску продеть через них хотелось бы поблагодарить друзья зрителя нашего канала человек с караганды сделал такой шикарный подарок смотрите прислал целый пакет грузов свинца также колокольчики прислал также пять катушек целых прислал инерционных три из которых груза будем сегодня мы не только сегодня вообще в принципе будем на них ловить сейчас отверстие проковыряю них и в бой и вперед кстати друзья смотрите вот она чтоб не быть пустословным вот дядь лёша собирает уже сколько собрал если бы эти бутылки принимали стоило бы ехать сюда только за ними и бандана у вас классная наверно кто-то привез далеких краев до привезли зрители твоего канала суши ты красавчик кто-то я не в силах был отказаться жене тоже понравилось этому отношу очень помогает на жаре говорят там еще грибы лечебные есть но я думаю лучше не пробовать нет вы лечебные ничего не говорили лучше не пробовать так что друзья вот так собрали один погиб здесь не один явно штук наверное 6 7 точно соберем по берегу только там один выйдет чтобы самим было приятнее ходить гулять но вот так друзья собрал в общем с горем пополам друзья снасти солнышко вышло блин так пекло устал немного еще и дорога длинная тоже сказалось без особого рвения без особого желания закончил уже парочку закинул он стоят сейчас эту тоже закинем шахматном порядке кидая пока пристрелочная как уже говорил ни разу здесь не был сейчас вот эту подальше закинул это поближе немного закинул пока просто пристрелочно довольно глубоко очень даже глубоко я бы сказал ну вот собственно спиннинг в работе катушечки на некоторые старые поставил свои который более-менее в рабочем состоянии еще ну и колокольчики как я давно эти колокольчики не вешал и не представляете за столь долгий срок у меня первая рыбалочка получается с берега прям без беготни какой-то здесь тоже интересное место напротив вот она смотрите такой свал сразу резкий отсюда по крайней мере так видно выглядит здесь ребята ездят на лодке где-то там ниже стоят рыбачат вот сюда подплывали там тычки стоят видать их какая-то снасть стоит но все равно я туда сплаваю посмотрю там место есть хорошее место там тоже я расставлюсь свои маленькие закидушки и лиски поставлю там как раз вот под них место прям такое идеально да это можно точно уже закормиться в общем будем думать если клёво не будет что-то будем делать что-то менять будем также макуха у нас есть насколько я знаю местные ребята здесь на макуху ловят макуху тоже собой взял если что будем на макуху завязывать монтаж делать блин вообще здесь как глубоко ё-моё прям смотрите вертикально практически стал на макуху если на кукурузу молчать будет будет отзываться рыбка один голокольчик а вот он распался просто так все сколько мне здесь последний остался крайне сейчас закину и все будем ждать будем думать что будем дальше делать если он асланбек на мелочевку нацелился для лёша тоже пошел мелочь ловить нарезку кстати там поставили он где дерево там такой заливчик был когда вода была там заливчик образовался и там вода осталась а основная вода конечно что он там лужа осталась там зме башка парочку мы видели там две плашки поставили нарезку сейчас пойдем посмотрим с вами после того как закинул эту крайнюю может там они уже попались с голодухи сидят там в этой луже вот здесь друзья поставили смотрите здесь заводюшка такая образовалась когда воды много было часа на тупиковая он как лужа там вроде бы уже что-то попалось в воде говорить но натуральная лужа меденыш маленький змей ну-ка поближе тварь и отпускать нельзя поэтому забирай даже маленький а у нас что пойдет только мани да ни на что просто его выкинуть черты матери чтобы база не размножался некоторые любят их есть есть я же говорил она ушла туда я туда не кидал с этим тебе чувствовать и не знаю мне он зачем видел тебе шустрый сразу вы тоже маленький мощный на реке друзья полнейшая тишина не знаю в чем причина кроме мелочевки ничего не поклевывает вообще абсолютно ловится вобла мерная знаете с ладошечная такая же решат от ловится тоже исправно товарищ один поймал на кукурузу жереха довольно такого знаете уже можно сказать съедобного что ли тянул кукурузу ничего не было и он схватил общем уже перед берегом прям как на блесну в общем поймал вытянул вот жереха вот такие новости а так вообще ноль полнейший ноль ни разу вообще ни разу единственный вот раз была поклевка когда мы только расставились я так подозреваю что это сазанчик потому что довольно таки серьезно дернул и все на этом вообще тихо одна мелочевка только закидываешь сразу же моментом даже еще не успевает на дно опуститься груз уже начинает дербанить эту кукурузу сегодня никто не выспался толком уставшие все дорога длинная тяжелая была кстати поставили мы там крокодильчиков пять штук подальше немного в тишине и закинули их на русло не знаю до утра не будем в общем трогать старожки поставили вроде сейчас я смотрю вот визуально на месте старожки наш поклевок не было в любом случае до утра их не будем трогать единственно по берегу я думаю раза два еще перекину перед сном такие вот пироги ну да а попробуй заменить на сеный сен смотрите только что он объяснял как он поймал жереха вел просто визуально показывал мне и представляете еще один взялся жерешонок прям как на блесну берет прям как на блесну догоняет пасть ним здесь вот друзья поклевывает вот эти вот сейчас я вам покажу вот эти вот 5 закидушек сразу же моментом причем поклевывает но это мелочевка кстати только что вот здесь здесь ямка вот в этом месте хорошая рыбина выпрыгнула сейчас я думаю вот эту закидушку первые и возможно и вторую тоже закину в ту сторону ну давай попробуй еще раз может еще раз онлайн поклевочка будет такая вот он говорит еще раз попробуем прям его поведу просто давай может действительно дай бог клюнет у нас есть с собой ратлину жерех маленький вообще малыши ратлин есть денисовский что попробуем если действительно будет активным друзья у нас на том берегу на противоположном поклевочка трещотка как дзынькнула сейчас мы лодку спускаем снова на воду пытаемся сейчас быстренько сплаваем посмотрим не знаю что это замолчала как-то единоразово знаете дёрнуло ну заодно перекинем сразу нужно отдыхать и шли и тут такая поклевочка была серьезная прям созание прям присозание держи меня однозначно все последнее по моему крайне сейчас посмотрим поклевем так вот она друзья и у моя здесь они все стянуты смотри как это вообще вдоль берега стянуто вот это вот видать за трещала но и у моего как-то она там вообще в камуши куда-то пойдемте туда наверно да 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 есть рыбка пойдем тут ой 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 дергается давайте вот так через верх как-нибудь я извиняюсь за ракуру друзья у меня камера на груди сазанчик небольшое вижу зацепишь отсюда его что пройди пожалуйста вот отсюда и вот они сейчас попробую подвести его о себе сазанчик есть друзья первый сазанчик я оторвал по вам сразу или не оторвал первый сазанчик есть друзья неужели дождались мы свою рыбку ночью клюнул сейчас я тут камера запуталась они распутаю так пойдемте ладно сейчас будем распутывать перекидывать все посмотрим кого поймали хоть и я думаю здесь крупненький ловится здесь типичный лопушок небольшой совсем сазанчик ну хотя бы такой уже приятно уже что-то поймали открыли счет сейчас в общем все перекинем они все вдоль берега стянуты всем доброе утро проснулся я ночью не помню блин как вырубился друзья вообще ничего не слышал не видел можно так сказать а товарищи оказывается ночью вытащили еще двух сазанчиков покажешь пожалуйста основе я сначала не поверил думал шутят оказывается действительно вытащили еще говорят меня кричали будили как можно с таким шутить такие же да небольшие лопушки а е-мое вот на эту первую на вторую сазан отличается немного так он пухленький по сравнению с и лискин вот так друзья в общем вот на эти клев есть 1 удочки сейчас надо будет закормиться все перекинуть только что кого вытащили вытащили до карасика слава богу вытащили поедем потом поставим на сама значит мелочок снасти кстати не сильно забивает но забивает грязь есть на снастях но не сильно вообще там по сравнению с или опять же такое знаете поверхностно здесь пустые крючки он на 1 тут еще и оборванный и оборона вода нет нет это я так связал просто ночью комары просто ночью очень лютые видите я даже сейчас в сетке с утра то есть невозможно вообще секунд 10 вот так поддержать и они все прямо облепляют эти комары то есть они дикие здесь него до невозможности так что вот так друзья сейчас будем все перекидывать закидывать и начнем нашу рыбалку с вами как раз сейчас время утреннего клёва поставил объектив посмотреть на крокодилы которые мы ставили на противоположном острове чуть ниже и вот я сейчас смотрю как минимум парочки старожков нет на месте они сдвинуты один он я отсюда даже вижу он между крокодилами водой то есть на воздухе сдвинутые стянутый так что возможно там тоже были какие-то поклевочки сейчас мы здесь все закончим и поедем туда тоже посмотрим там на лодке спустимся по течению без мотора и думаю чтобы не шугать рыбку сейчас с утра и проверим там теперь здесь друзья немного покидаем при кормке тоже кукурузки покидаю я извиняюсь друзья еще раз за то что я проспал мать ночные поклевки причем еще две кстати клюнули на эту закидушку и вот на эту сразу подряд причем две закидушки загнуло как говорят а я блин стал с утра мне говорят нам дух сазанчик горит ночью поймали я не поверил я думал шутят вот на полном серьезе не слышал вообще поклевки говорят меня еще там кричали звали орали и играть ноль внимание видать сильно усталость казалось и вот так получилось так что друзья извиняюсь все закормился хватит я думаю понемногу там хорошо я в принципе накидал ведерко думали в облачко а попался сазанчик на чью-то снасть на твою конечно нет моя снасть поймала чью-то другую снасть сазанчиком странного так подергивала еще как мелочевка какая-то и вот так поймался случайно не дядь лёшина снасть я не знаю ну минуточка реклама друзья снасть ловит не только рыбу но и другие снасти с рыбой я поймал рыбу с другой снастью фидерной но она по колхозам вообще сделано это не моя вот фидерна вот вам трофей тогда ферри а сазанчика надо я думаю назад отпустить давай отпустим сейчас закинем давайте делим что когда вы ночью малышок ты больше не попадайся и давай расти ой молодец краснохвостый уплыл сейчас закидываем друзья едем сюда перекидывал же здесь все перекинули это единственная группа клёвого как мелочевка решили очень вытащит а вот такой сюрприз сазанчик конечно конечно забирайте там кормушка самый по ценное хорошая кормушка в общем едем перекидываем друзья и потом туда на нижнее посмотрим там что со сарожками куда они стянуты чуть-чуть левее сейчас друзья только что выплыли на те закидушки там плашка у нас начало дрифтить немного решили о чем поменять немного план доплыть до плашки посмотреть что там у поддёрнул смотрите то есть здесь я веслом задеваю дно есть хороший змей еще хороший змей там большой вытаскиваю хороший змей килограммчик полторашечка такой где-то да а смыла мы его привезем вот такой вот друзья змееныш только что дернул причем а вы сразу дядя лёша заберите сразу здесь закинете и а мы поплыли дальше все ладно спасибо есть нет интересно рыбка ну это уже зацеп какой-то страшно подходить ухты сом ё-моё он кого-то там взял этот малька какого-то пробуй сейчас вытащить его там потому что малек какой-то мелочь взяла и сом его взял мелочь это вот и сама дай бог поймаем сейчас друзья есть сможем конечно вытащить как-нибудь постараться тебе надо его в подсак сейчас завести все вон он до в облачку или кто это куда в облачко смотрите друзья поймалась в облачко а жерешок поймался маленький и сом получается на этого жерешка поймался схватил как у не утащил килограмм сколько 7 наверно мне кажется больше сейчас взвешиваем еще весы есть у нас вот друзья сама поймали слава богу хотел тоже я сама поймать это по-моему это та это самое первое которое в общем такой друзья я не знаю а все ладно ставь его такой сомяра сейчас поедем операциям проведем все еще ладно давай перекинем то что есть теме не зачем оставь его воде все пацан просто его надо жать новая кухня обновка у вас или новая кухня сейчас у нас друзья завтрак будет будет классическая опять яичница и и еще будет солянка солянка вчера кушали да там немного осталось у нас нам подогреть просто нужно закипятить кыш мясо хватает ну все у вас теперь действительно целая кухня туда все есть все под рукой деда красава я превратился в кока там у нас тоже друзья уже стол приготовили для завтрака закрыл от этих ос куплены велись очень вкусная рекомендации вот это вот это вот это вот завтрак и продолжим лишь три дня почти все всем приятного аппетита спасибо спасибо три дня лепешка лежит у нас спасательная операция друзья ветер дунул все зонты все все стулья все улетели дядя лёша поплыл он не доплыл а где зон сам а вон он он вон воде как мы потом назад пойдем я уже руки забились навес этот чехол ё-моё смотри на дно уходит зонтик жалко жалко дорогой зон а не фига раз тянет бары во бедро да я не могу развернуться даже смотри сейчас бы еще пацак бы не утопить еще пацак бы не утопить ё-моё на возьми пацак дом оторвется ё-моё весло потеряли вот это экшон это экшон не могу давай почти догнали и весло потеряли пацак бы порвали да чехол ладно зонтик дорогой зонтик надо забрать подожди он сейчас под воду идет всплывет из-за течения давай цепляй цепанул все хам ну лилля догнали блин не присо да не могу я становиться течение же здесь сейчас он сам всплывет надо нам как-то к берегу потому осторожней давай я помогу так как я помогу все ровно паре гнется 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 все теперь на тот берег нам надо пока он не закончился а то мы еще ниже плывем блин вот такой друзья экшен столько времени мы потеряли не представляете мне мешает зонтик все друзья смогли только что поклёвка друзья была вот на эту закидушку прям хорошая поклёвка не знаю это дернуло вроде никого нету а вот мне вот это дергала вот она дергает это она а вон сазан да сазан неужели дождались я его увидел нет это сон сом это тоже ё-моё возможно она давно киеве это змея башка вообще еще хуже почему нету я взял вот она она возможно сазанчик это нет сазанчик маленький ё-моё друзья я не знаю что творится сазана нет вообще нет что мы только не делаем и сами видите переставляем ставим туда-сюда везде 0 поклёвок вот такие малыши ловятся маленькие сазанчики с ладошечку их не снимаю выкидывать сразу так друзья такая вот ерунда ловится так ну вот друзья пришлось резать оснастку полностью чтоб сейчас вытащить змея башка были попалась на малька видать малек какой-то цепанул а ты сможешь открыть ушел я не вижу никого нету там никого нет он сожрал уже за год я подожди палочку найду какой-нибудь вот так друзья нету сазана не знаю почему сейчас будем кукурузу варить запах закармливать уже плотно может подойдет с прикормкой кто-то у нас тут дергает видать опять мелочевка какая-то попалась если мелочевка главное чтоб карасик чтобы на сома поставить посмотрим что здесь у нас сазанчик блин небольшой опять друзья я вообще не понимаю где большие крупные сазаны река вроде славится крупными со за нами где они все вот такая мелочь ловится я ее не снимаю даже вот такие вот маленькие со занята но этот еще более-менее крупненькие в основном вообще мелочевка ловится вообще дети вот в прямом смысле этого слова да это грамм 300 конечно смотрите вот такие друзья я уже не знаю со счета сбился с какой-то уже по счету сазаненок у крупного нету по какой-то причине ладно дай бог дождемся друзья крупного рыбу а ты плыви была поклевочка вот на это удилища мы там ужинали с товарищами добыла поклевка ну не знаю есть нет там кто-то вроде кто-то дергается но опять же мелочь какая-то видать о карась вернулся к нам хороший карась прям хороший на трофейного сама да ну вот кто дергал такой карасик но это на сама его оставляем однозначно всем доброе утро друзья здесь ребята уже проверяют снасти и чуть-чуть задержался здесь вроде кто-то есть с посмотрим подбежим кто-то может быть но этот я буду чистить чуть-чуть кто-то есть там сазан неужели дождались а сазанчик небольшой блин хочу он так дергает сознание друзья вон он вот он идет не знаю видно вам не это я я он попутал я держу весь покоцан какой-то сазаненок все по запутал вот такой друзья сазанчик с утречка вот так это была вторая получается вы вдвоем его что-то камера извиняюсь там качестве дать плохое будет камера что-то как-то неправильно сработала сейчас смотрю картинка более уже другая насыщенная а когда снимал при вываживании что-то как-то картинка не очень было не надо волноваться килошный сазанчик небольшой вот так вот первая рыбка с утречка ну блин все стянул все запутал эти все мои закидушки которые я поставил все запутал губа он взялся по классике напорвался пока в общем сейчас все чистим вытаскиваем смотрим потом едем проверяем и волоть на озеро едем мы нет едем или нет не знаю вдруг передумали за ночь там товарищи перекидывает уже все сазанчиков садок закинули я сейчас в темпе иду закормлюсь а все перекину помогу им здесь закормлюсь и здесь здесь большая яма идет сразу и тут и там корме на змея кстати все молчит все стоит ни одной поклевки не было ночью тоже плавали перекидывали проверяли все молчала резко вся на месте а наш протухла по причине теплой воды сейчас у нас друзья в планах быстренько почистить все перекинуть и возможно поедем володя свозит нас на озеро покажет здесь не красоты попробуем там половить блин вода теплая вода молоко с оружием холоднее нежели воде то есть Григорьевич, есть платная аптека. Я аптечный склад третьего дня разорил до нуля. Ну вот, примерно так объяснил. Так, рекомендую горчичку, но не увлекаться, ребят, не увлекаться, потому что это будет... Это плохо кончится, если увлечься. Собрали, друзья, оперативно прицеп, взяли лодку, мотор, на всякий случай. Удочки, спиннинги взяли. Сейчас поедем мы на это озерцо, которое Владимир хочет показать. Посмотрим, что там есть. Тут дядя Леша с руселями, с кактусом. Нет, без кактуса с пальмами. С пальмами? Кактусы будут завтра. Все, уезжаем, в общем. Посмотрим, что там будет. Дай бог, что-нибудь поймаем. Вот такое явление посреди пустыни. Лежит снег. Снизу жидкая. Жидкая? Нет. Смотрите, сколько соли. Это все соль. А такое ощущение, будто бы это снег. Да? Очень похоже. Смотрите как. Опа, видите? А вот, я даже трогаю, вон мокро все. Ну, солью пахнет. Офигеть. Вообще, обалденная, друзья, у нас природа в нашей стране. Так что берегите ее. Не перестаю удивляться каждый раз нашей красоте. Такие вот места бывают. Ехали, а тут бах, посреди пустыни снег лежит. Немного в шоке. Ну, для тех, кто знает, это соль. Вот так вот. Едем дальше, в общем. Прибыли на место. Вот оно, собственно, такое озерцо. Но оно достаточно большое. Ехали очень долго мы вдоль него. Здесь вон лодка местных ребят, видать. Сети. Очень много сетей. Что-то чешует рыбы не видно. Вот так вот, друзья. Сейчас поплывем. Попробуем половить кого-нибудь здесь. Взяли с собой фидер. Спиннинги взяли с собой. Говорят, ребята, здесь змей башка есть. Сомик есть. Лещ есть точно. Воблако, карась. Сазан не знаю. Ну, наверное, есть рассеять и ставят здесь. Так вот, сейчас лодочку надуем и вперед. Прокатились по озеру. Нашли вот такой вот ковер здесь. Для змей башки. Товарищ кидает. Уже поклевка одна была. Один раз дернул, не подсекся. Прям схватил лягушку. То ли мы поторопились, то ли он выклубил. Я поторопился. Вот так вот. Сейчас вот обкидаем вторую. Соберем, Владимир. Удочку. Семечки в сторону отставим. Удочку вторую соберем. Обкидаем здесь, посмотрим. А, это ты, я думал, блин. Там рыба. Это, кажется, лягушка. В общем, сейчас будем пробовать здесь ловить. Ковер хороший. Долго проездили. Вернее, долго. Много проездили по озеру. Практически нигде нет вот такого ковра. Нашли единственный, можно сказать, большой. Смотри, смотри. Поклёвка? Да, была поклёвка. Прям ударила лягушку. О, есть, есть. Да, есть. Оторвало. Так, почему? Нет, 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 есть. Есть, есть. Онлайн поклёвка? Ты не оторви, там леска у тебя. Да, всё на весла. О, бурлит парень. Ой, о, о, о. Хороший там бурлит. Что, подъедем можно? Конечно, подъедем. Нет, лодка пускай пальцами. Я сейчас подниму. Ты оторвешь, там леска у тебя. Весла подойдем, возьми, пожалуйста. Вон, друзья, поймался. Ты это заснял? Это заснял. Как будто первый изменил. Ну, мой, допустим, первый я убил, как на спине. Вот, всё, отпустил. Отпустил он. Отпустил, друзья. Ну, ничего, мы его настигнем. Ну, я продолжу вязать. В общем, все включились. Что он? Отцепил, смотри, какая развернула. Что с лягушкой сделал. Вывернул лягушку. Сейчас мы её развернем. А капалка хорошая, подсекать надо было пожёстче. А что здесь? Здесь тонь. А здесь леска вообще стоит? Почему? Зачем катушку с леской взяли? Вот, не повторяйте таких ошибок. Смотрите, конкретный. А так можно было его в нагляк тянуть с хорошей плетнёй. Вот так вот. Так что бывает. Сейчас соберём, попробуем покидать. Может, ещё, дай бог, что-нибудь поймаем. Свою удочку возьми. Собрали уже? Хотя бы клюнет. Вот так. Собрали уже? Да. Друзья, оказывается, он второй раз кинул. Представляете? Только сошёл, он второй раз кинул, и опять же тот же самый наверное дёрнул. Здесь он как один, и невозможно вытащить от обрыва. Здесь ковёр сильный. Я так, натяжку буду держать, чтобы потять не сошёл? И его надо, наверное, сильнее подсекать, чтобы ему пасть пробить. Он же там сильный, зараза. Ну я сейчас натяжку держу, смело по-чуть-чуть подтягиваю. Ну, этими детьми... Вон, вон, выпрыгнул. Он небольшой. Ух, хороший. Небольшой же? А тут первый больше был. Главное, что не там, где надо. Ну мы сейчас расшугаем. Не-не-не, я сейчас его... Я натяжку держу аккуратно. Может, удастся мне первого своего на спиннинг взять? Всё, уже куда-то бежать. Ну, это нет. Где он там? Вот он, вот здесь сидит. Всё, всё, Володь. По инерции пойдём. Я можно мне удочку? Перчатку что-нибудь берёшь? А, ты же боишься у нас. Ой, вон там вообще. Ну, потому что так. Или это другой? Вот другой. Это не урвал. Надо нахрен её убирать, эту леску. У меня на берегу есть. Сейчас сходим, поменяем. Я даже столько взял, он просто тягнул. Не повторяйте таких ошибок. Даже я не ловец вот этого змея. И то я знаю, что леска здесь не вариант. Самая, самая хорошая. Ещё с лягушкой, кстати, ушёл. Вот так бывает. Вот он сзади. Да, сейчас мы его разуем. Здесь их много. Что, он с лягушкой всплывёт? Сейчас мы наверстаем. Ладно, друзья, сейчас они соберутся. Сейчас они наверстают. Да, с мыслями соберутся. Научатся их. Научу ловить, как змея. Информационно. И начнём дальше. Наши с вами рыбалку. Ликбез, да? Хотя у меня есть претёнка с вами. Проверяем флажки. Вроде кто-то есть здесь у нас. Сейчас обманули. Смея он ещё. Хорошая измелька. Прямо на краешке держится. Вот она, друзья. Видно? Пороший. Вот это уже и тюрь. Вот такая, по-моему, клюнула на спиннинг первая. Здоровая. Держи. Здоровенная, блин. Тут трёшка где-то есть в ней. 300 грамм груза утащила, не знаю, метров сто, наверное. Да, я смотрю, она из ряда выпала. Там вообще ушла туда плашка. Грушая. Вот это уже трофей, может, так сказать, выезда. Можно уже эту доставать. Щипчики. Уж там нет циркуль. Надо ещё. В общем, друзья, проехали всё озеро. Полностью озера достаточно большое. Обкидали всё. Все возможные места обкидали. Вот только и в единственном месте, где вы сами видели, были поклёвки и то. А потом мы вернулись туда. Вообще ноль. Сгорел весь, блин, здесь. На пекле, на таком, как на сковородке здесь мы. Сейчас, в общем, флажки собираем. Флажки тоже мимолётом, кстати, поставили, пока плыли, искали места. И что, взяли с собой, раскидали здесь. Сейчас собираем. Может быть, что-нибудь ещё попало здесь. Ну, одного вытащили, килограмма на три хорошего. Ну, ничего страшного. Может быть, ещё что-то там нас ждёт. Вроде у нас кто-то есть. Флажку снесло немного. Змей. Змей? А, нет, судак. Судак это. Ну, блин, ему уже хана. Его жарить придётся. Вытаскивай его. Жаль. А мы бы его не довезли всё равно. Здесь полтора часа ехать. До этого озера мы ехали. По этим пескам, блин, по барханам. С этим ещё прицепом. Благо, машину поменял он на время. Взял у своего братишки. Вытянуло нас. Своим объёмом. А так бы мы с прицепом здесь не проехали явно. Всё, затаскиваю его. Он уже окаменел, блин. Какой, друзья, судачок хороший. Всё, он уже окаменел. Нарезку он взял. Сейчас приедем быстро в темпе. Его надо будет пожарить. Приготовить что-то с ним сделать. Иначе он пропадёт. Пока вы катались, я поймал 13 лоб. Одну я порезал на нарезку. И вон столбу привязал. Одну маленькой стыдно было отпустил. Я вам хочу сказать, ребята, буквально 5 минут назад я такого выхода вообще никогда не видел. Такое ощущение, как здесь вылетело килограмм на 15. Берёте булдыжник, швыряете в воду. Представьте, какой звук. Вот такая хренатень. Я не знаю, что это было. Полагаю, змея. Ну, не ты сядь. Вон туда откатись. Вот. Плашки. Зачка поймали? Да. Он уже хана. Что-то он так быстро. Это на плашке был? И всё? И всё. А, ты уже снял плашки? Да. Понял. Ну, его надо быстро сейчас завести и сразу замочить. Ты можешь кишки вытащил. Понятно. Это он вытаскивал. Красавчики. А что не отстегнули с карабина-то? Нет, он уже всё был. Имеется в виду. Там просто терять нечего было. Вот что мы поймали за этот выезд. Сколько здесь облачко, судачок и змей-башка одна хорошая. Всё, собираемся. Вот, уже сдули. Сейчас в темпе грузимся. А поедем на своё место туда. Там посмотрим. Может, я длежу что-нибудь вытащил. Там нашего Сазана, которого мы так ждали. Там два с половиной суток трофейного. А, у меня пакет есть. Ну, пакет. Пакет? Всё, хорошо. Сейчас их приготовим сразу. А что они пропадут? Нам полтора часа здесь и по степи ехать. По вот этим барханам, по пескам. Ладно, друзья. Всё, сейчас выедем. И там на месте уже увидимся. Вернулись, друзья, с озера. Где-то, наверное, часов шесть вечера. Приехали мы. Вот. В общем, начал себя чувствовать я, неважно, после озера, как приехать. Да, вообще, в принципе, в дороге уже начал чувствовать. Начало подташнивать. Голова кружится. Побаливает голова. В общем, такая, знаете, мимолетная такая потеря координации. В общем, я так понимаю, предполагаю, что получил солнечный удар, наверное, там. Потому что тенька не было весь день практически. Да не практически, а весь день на солнце был. Плюс по этим барханам мы ехали где-то полтора часа. А этот душняк. Без кондера ехали. Выключали мы с прицепом. Коробка перегревалась. В общем, вот так получилось. Никакуча я приехал, вернулся. По новостям, дядя Леша здесь, пока нас не было, вытащил пару сазанчиков. Одного грамм на 500, с его слов. Один чуть больше. Ну, за килошник такой. Ну, в общем, лопушки небольшие. Вот так, в общем, сазаны ловятся. Хотя бы даже и небольшие, но пока меня нет. Вот так со мной что-то я не могу никак поймать и вам показать. Одного, если я не ошибаюсь, только поймал за все время. А так вот только ребята ловят. Вот так. Как только приехали, сразу я ребятам сказал, что я не в срою. Пойду немного отдохну. Ну, а сломбек тоже, кстати, неважно себя чувствовал, тоже пошел в палатку. Отлежались мы. Сейчас у нас время где-то 11 часов. Голова так немного еще побаливает. Но уже более-менее. Небольшая слабость, конечно, присутствует. Но уже более-менее по сравнению с тем, что было. Это небо и земля. Сейчас, не знаю, пойду, наверное, на берег схожу. Там ребята перекидываются, Настя, занимаются. Пока я здесь, своими делами тоже занимаюсь. Вот, пойду схожу, посмотрю, что они там. Как они там, может, что-то еще поймали. Что-то, какие-то изменения есть, еще какие-то новости есть. Обязательно, друзья, если будут какие-то новости с берега, обязательно покажу вам. Но если не будет ничего, то увидимся с вами, друзья, уже с утра. Еще раз извиняюсь, что провалялся всю вечерку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok